Воры в законе спросят с костыля за раскоронацией шляпы младшего. К влиятельному славянскому законнику Константину Борисову, который вскоре выходит на свободу. Есть серьезные претензии у воровского клана Роланда Шляпы и Дуяки. Находясь в заключении, Костыль вместе с вором в законе Сулханом подписал прогон о раскоронацией сына Роланда Шляпы Руслана Гигичкори. Клан воров в законе Роланда Гигичкори, Роланд Шляпа и Мирабом Зарилуа, Дуяки, намерен провести сходку по вопросу поведения на зоне выходящего в ближайшие дни из колонии вора в законе Константина Борисова, известного по кличке Костыль. Борисов был приговорен по СТ-228 УК РФ к 3,5 годам строгого режима 17 июля 2016 года и в настоящее время отбывает свой срок за хранение наркотиков. Как сообщает Росболт, Гигичкори и Мзарилуа во главе многочисленной группы связанных с ними с законников намерены спросить с Костыля за то, как он поступил в местах лишения свободы с вором в законе Русланом Гигичкори, Шляпа-младший. Вместе с другим законником Сулханом Мжавия, Сулхан Кутаиский, Борисов подписал маляву о раскоронации Шляпа-младшего, что старшие представители его клана трактовали как поступок в пользу администрации исправительного учреждения. Вор в законе Руслан Гигичкори, Шляпа-младший, впал в немилость администрации ФСИН, отбывая свой срок в одной из тувинских ИК, когда по призыву Гигичкори-младшего его подручные разгромили тюремную мечеть, жестоко избив несколько находившихся в ней выходцев с Северного Кавказа. После инцидента система ФСИН приступила к ломке Шляпа-младшего. Его перевели в Сизуачинска, а потом в тюремную больницу в Красноярске. На этапе вор в законе подвергся избиениям со стороны надзирателей и осужденных лиц кавказской национальности, намеренно подсаженных к нему в камеры. По данным Разболта, перевод в тюремную больницу тоже не был случайным, в это время там находился злейший враг Шляпы-младшего, вор в законе Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский. Ранее представители клана Гигичкори и сам Шляпа-младший подписались под малявой о лишении воровского статуса самого Бадри. Впоследствии на Большой Ереванской сходке статус Бадри Кутаискому вернул. Ле. Поэтому никого интереса к прибывшему Гигичкори он не проявил. Однако находившиеся в той же больнице два других законника Костыли Сулхан Кутаиский пожелали разобраться с Гигичкори, завязалась драка, в которой Шляпа-младший дал нападавшим отпор. После этого Костыли Сулхан подписали маляву о развенчании Гигичкори, которая распространилась в местах лишения свободы. Константин Борисов Костыль. Как сообщалось ранее, многие влиятельные воры в законе про гон Борисова и Мжави тогда всерьез не приняли решение и их не поддержали, заподозрив Костыля в связях с администрацией. Бадри Кагуашвили, на поддержку которого Костыли Сулхан как раз рассчитывали, их поступок также осудил, отметив, что раскорона Цей Шляпа-младшего льет воду на мельницу системы ФСИН, которой Гигичкори активно противостоял. Поэтому к Костылю вскоре возникли закономерные вопросы у ряда столичных воров в законе, направивших к нему под видом адвокатов своих посланников прямо в колонию. Однако Костыль разговаривать с ними не стал, пообещав все объяснить сразу же после освобождения в ноябре 2018 года. Шляпа-младший был депортирован из России вскоре после освобождения в марте 2018 года. Теперь же на свободу выходит и Костыль. Какие перспективы сулит Костылю предстоящая сходка и поможет ли ему в урегулировании ситуации тесная дружба с новым вором в законе номер один Олегом Шишкановым? Шишкан покажет ближайшее будущее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воры в законе спросят с Костыля за раскоронацией шляпы младшего. К влиятельному славянскому законнику Константину Борисову, который вскоре выходит на свободу, есть серьезные претензии у воровского клана Роланда Шляпы и Дуяки. Находясь в заключении, Костыль вместе с вором в законе Сулханом подписал прогон о раскоронацией сына Роланда Шляпы Руслана Гигичкори. Клан воров в законе Роланда Гигичкори, Роланд Шляпа и Мирабом Зарилуа, Дуяки, намерен провести сходку по вопросу поведения на зоне выходящего в ближайшие дни из колонии вора в законе Константина Борисова, известного по кличке Костыль. Борисов был приговорен по СТ-228 УК РФ к 3,5 годам строгого режима 17 июля 2016 года и в настоящее время отбывает свой срок за хранение наркотиков. Как сообщает Росболт, Гигичкори и Мзарилуа во главе многочисленной группы связанных с ними с законников намерены спросить с Костыля за то, как он поступил в местах лишения свободы с вором в законе Русланом Гигичкори, Шляпа-младший. Вместе с другим законником Сулханом Мжавия, Сулхан Кутаиский, Борисов подписал маляву о раскоронации Шляпа-младшего, что старшие представители его клана трактовали как поступок в пользу администрации исправительного учреждения. Вор в законе Руслан Гигичкори, Шляпа-младший, впал в немилость администрации ФСИН, отбывая свой срок в одной из тувинских ИК, когда по призыву Гигичкори-младшего его подручные разгромили тюремную мечеть, жестоко избив несколько находившихся в ней выходцев с Северного Кавказа. После инцидента система ФСИН приступила к ломке Шляпа-младшего. Его перевели в Сизуачинска, а потом в тюремную больницу в Красноярске. На этапе вор в законе подвергся избиениям со стороны надзирателей и осужденных лиц кавказской национальности, намеренно подсаженных к нему в камеры. По данным Разболта, перевод в тюремную больницу тоже не был случайным, в это время там находился злейший враг Шляпы-младшего, вор в законе Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский. Ранее представители клана Гигичкори и сам Шляпа-младший подписались под малявой о лишении воровского статуса самого Бадри. Впоследствии на Большой Ереванской сходке статус Бадри Кутаискому вернул. Ле. Поэтому никого интереса к прибывшему Гигичкори он не проявил. Однако находившиеся в той же больнице два других законника Костыли Сулхан Кутаиский пожелали разобраться с Гигичкори, завязалась драка, в которой Шляпа-младший дал нападавшим отпор. После этого Костыли Сулхан подписали маляву о развенчании Гигичкори, которая распространилась в местах лишения свободы. Константин Борисов Костыль. Как сообщалось ранее, многие влиятельные воры в законе про гон Борисова и Мжави тогда всерьез не приняли решение и их не поддержали, заподозрив Костыля в связях с администрацией. Бадри Кагуашвили, на поддержку которого Костыли Сулхан как раз рассчитывали, их поступок также осудил, отметив, что раскорона Цей Шляпа-младшего льет воду на мельницу системы ФСИН, которой Гигичкори активно противостоял. Поэтому к Костылю вскоре возникли закономерные вопросы у ряда столичных воров в законе, направивших к нему под видом адвокатов своих посланников прямо в колонию. Однако Костыль разговаривать с ними не стал, пообещав все объяснить сразу же после освобождения в ноябре 2018 года. Шляпа-младший был депортирован из России вскоре после освобождения в марте 2018 года. Теперь же на свободу выходит и Костыль. Какие перспективы сулит Костылю предстоящая сходка и поможет ли ему в урегулировании ситуации тесная дружба с новым вором в законе номер один Олегом Шишкановым? Шишкан покажет ближайшее будущее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok